Самой массовой площадкой акции «Диктант Победы» в Ульяновской области стал Педагогический университет. Вместе со студентами ВУЗа участие в акции приняли ректор университета Игорь Петрищев, политики и курсанты 623-го межвидового регионального учебного центра «Войск связи». На нашей площадке будут участвовать и школьники, и студенты, и преподаватели. И что новое в этом году, это у нас военнослужащие межрегионального учебного центра тоже будут принимать участие. Мы сегодня собрали порядка 300 человек, но я думаю, что участников, которые пишут, будет немного больше, а может быть и гораздо больше, потому что у нас достаточно много студентов изъявили желание участвовать в диктанте «Победы». Военнослужащие к диктанту готовились, заданий никто не знал, но повторить основные даты и фамилии полководцев ребятам пришлось. Так что перед написанием особо не переживали. С историей хорошо знакома была подготовка, нам прочитали несколько лекций по истории Российской Федерации. Диктант «Победы» – часть проекта «Историческая память партии «Единая Россия». Поэтому напутствовал ребят секретарь регионального отделения партии Василий Гвоздев. Мы, как народ, освободили весь мир от фашистской чумы, освободили Европу, фактически изменили мировую историю. И, безусловно, знать об этом, знать, например, конкретных подвигов простых солдат, простых людей, которые и на войне, и в тылу в 40-е годы, как говорится, не щадя живота своего, работали и воевали ценой своей жизни. В этом году большинство тем, которые затронуты в диктанте, относятся к первым, самым тяжелым годам войны. Первые годы войны – это не только поражения, но и первые победы. Сражения под Москвой, Сталинградская битва, подвиги наших солдат и партизан – это то, чем мы по праву можем гордиться и обязаны сохранить в своей памяти. Павел Половов, Владимир Куликов, Уллправда ТВ.